второй день в общем такого вполне себе интеллектуального марафона нас ждет мы работаем в том же порядке и в тех же кондициях что и вчера собственно говоря валерия нашвили к нашей радости начинает потом 15 минут перерыв валерия косякова ну и дальше если останется время мы собственно говоря да перейдем к вашим вопросам всем кто нас смотрит в трансляции тоже у них есть эта возможность можно писать вопрос прямо в чаты я за этим буду следить и опять же все спрошу больше я думаю что опять звучит как угроза больше не буду отнимать время у наших спикеров поскольку у нас курс до продолжается и сильно нового чего-то со вчера я наверное не скажу и не придумаю валерия нашвили как считать произведение искусства слажать я сегодня постараюсь быть короче не знаю насколько получится у нас такой план вот я хотел подробно рассказать о двух работах но о них постараюсь тем не менее сказать не подробно побыстрее чтобы перейти к тому что я обещал вчера а именно важной работе с некоторой долей открытий который мы с вами тут сможем совместно сделать эта работа не входила в те две которые хотел обсудить перед вот той вот важный ситуация с этой работой следующее это дхем натюрморт 1665 год просто валерий сегодня будет говорить о натюрмортах и ванитас да и мы можем начать разговор со мной об этом но ситуация с этим букетом следующее здесь каждый элемент этого этой картины что-то означает каждый в принципе об этом можно говорить ну минут двадцать это займет наверно да можно не говорить вот скажите поднимите руки те которые хотели бы чтобы мы поговорили о каждом из элементов элементах этого тюрморта так а кто не хотел бы да ну нас мы в меньшинстве в общем мы мне придется кое-что об этом сказать первый ванитас вот у нас сейчас была уже небольшая дискуссия в кулуарах вообще считается что был написан 1603 году в нидерландах так получилось что в 16 17 веках появилось очень большое количество очень талантливых художников они объединялись в гильдии и так постепенно сложилось что уже к 17 веку что тот или иной город специализировался на той или иной на том или ином типе натюрмортов вот в лейдене скажем университетском городе там писали как раз ванитас в городах связанных с паспортами спортами писали какие-нибудь шикарные завтраки и так далее это как раз вот натюрморт из университетского города который означает собственно что весь мир это суета вся жизнь человека суета суета и нужно как-то об этом не забывать при том что как вы понимаете 1665 год это пик развития нидерландов к середине 17 века карл маркс об этом говорил что нидерланды заняли доминирующее положение в европе и в промышленном смысле и в социальном и в политическом и во многих других это была действительно свободная страна с очень развитой промышленностью торговлей ну например довольно показательный момент связан с тем что примерно как раз середине 17 века именно нидерланды были главной работорговой державой на планете именно нидерланды перевозили больше всего рабов из африки в америку и прекрасно на этом зарабатывали то есть один раб там примерно покупался примерно за 50 гульдонов потом их везли в этих трюмах причем с пересадкой в амстердаме и продавался раб уже за 500 гульдонов ну то есть это это очень круто это было лучше чем нам известные другие типы бизнеса да да к тому времени нидерланды были единственной стороной кому удалось торговать с японии это было очень выгодно серебро там на миллионы 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 гульдонов поставляли в европу вы помните что как раз голландцы купили к тому времени манхэттен за там не помню сколько 15 гульдонов или за сколько завести их гегемония на планете разрасталась при этом например они были раб торговой республикой но если раб на перо бегал в амстердаме из трюма убегал и вступал ногой на землю нидерландов он сразу на его свободном поэтому вы могли видеть на большом количестве работ нидерландских художников прислуга темные люди тут те самые рабы которые просто могли сбежать с корабля и становились свободными граждан поскольку им делать было нечего они нанимались на какие-то подсобные работы и так в это время появляется большое количество заказчиков которые хотели у себя дома почему-то видеть произведение искусства напоминающие о бренности существования и о том что стяжательство это не самое главное в мире я не знаю что за блажь половой людей ну то есть это значит что вот какой-нибудь там богатый человек сделавшийся состояние на бирже какой-нибудь или владелец торговых судов вот он утром просыпается одевается там свои бесконечные прекрасные многослойные одежды и у него в гостиной висит такая работа он так подходит а ну-то что-то не то дело идет на работу и так каждый день ну при этом таких заказов было тысячи и тысячи мы знаем что от каждого из художников которые были плодовиты в нидерландах осталось там папа 800 900 тысяч и полторы тысячи работ чем написанных не никак у рубинса школы а именно лично ну или там с малым количеством подмастерий и так это такая необязательная преамбула мы любим преамбулы работа висит в мюнхенской старой пинокотеки прекрасное место когда-нибудь через несколько лет мы сможем там снова оказаться я вас призываю подойти к этой работе она совсем небольшая и на нее посмотреть вблизи в принципе можно посмотреть просто на букет остановиться на этом и сказать ну да принципе красиво все можно пойти дальше и среагировать на то что сам художник написал там снизу есть надпись там написано она самый красивый цветок никто не смотрит ну в общем художник призывает посмотреть на самый красивый цветок только вопрос что это за самый красивый цветок сейчас мы будем постепенно понимать это то есть надо приглядеться сам художник говорит надо приглядеться если мы приглядываем мы видим например открытые часы чего ты говоришь над да это череп на сейчас вот вот тут вот надпись о которой я говорю да она в общем расшифровывать и так мы видим открытые часы видим дахем рисовал вот 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 с ленточкой и тут ключик дахем делала писал эту работу повторю середине 17 века то есть уже больше века существовали такие книги как как они назывались сборники эмблем вот в аугсбурге в 1531 году вышла первая первый сборник этих эмблем это такие книги альбомы точнее состоящие из трех частей первая часть изображения вторая часть некая мото и дальше расшифровка изображений какого-то объекта или какой-то аллегории дальше мото по отношению к этому и после этого короткого мото идет пояснение более развернутое связано с тем что что изображается на этой аллегории к чему это отсылает каким-то религиозным или бытовым явлением все эти вещи носили наручительный характер и соответственно художников и у зрителей были такие большом количестве вот эти вот альбомы которыми можно было пользоваться и оттуда черпать какие-то идеи помимо того что естественно уже несколько много веков существовала живопись религиозная потом после форматорская в которой использовалось огромное количество символов и тоже можно было черпать оттуда некоторую систему знаков для жителей нидерландов 17 века было важно не только чтобы было красиво но и что было интересно там разбираться о чем собственно речь художники эту потребность выполняли вот в том числе духе мы так открытые часы когда духем писал это он имел ввиду так я сейчас изображу открытые часы это означает то что будет считываться всеми зрителями открытые часы это знак суетности жизни текущего уходящего времени призыв к тому чтобы остановиться и задуматься и задуматься символ умеренности именно однозначной символики открытых часов является здесь спусковой механизмом ключом который собственно изображен у тут просто важной части картины практически по центру ключом который собственно изображен в центре переднего плана картина к толкованию всей работы то есть что что делает духем он изображает ключ у которого тоже много символов но здесь скорее всего ключ отсылает к тому что здесь есть часы которые действительно могут явиться ключом к разбору этой картины дальше имеется раковина здесь первое значение осуждающие стяжательства и алчный символ раковина мании облегченного варианта голландской тюльпана мани вы знаете что начале 17 века на бирже голландии произошел взрывной интерес к луковицам тюльпанов это был собственно первый бир 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 живой крах когда это все закончилось закончилось естественно как и всегда на взлете бирж неожиданно на пике одна луковица тюльпана я там скажу вот эту 7 августа смогла стоить там от 5 до 13 тысяч гульденов в то время как например зарплата квалифицированного работника в нидерландах составляла годовая зарплата составляла 150 гульденов ну то есть сайте масштаб а например две бочки масла я не знаю просто объем бочек ну там по другим данным тонна масла стоило 150 200 гульденов ну то есть писать какой масштаб а это одна луковица редкого тюльпана при том что это именно биржевые продажи то есть тебе продают не сам саму луковицу в то время когда это можешь посадить в землю получить а те продают фьючерс на продажу луковицы когда ты сможешь ее посадить но за за полгода или год ранее этого срока ну как когда все это произошел обвал это тюльпана мании голландцы на некоторое время успокоились потом на ней им надо было как зарабатывать они придумали такой и раковина манию и в результате вот ракушки каури они тоже стали почему-то использовать в качестве вот этого биржевого элемента и соответственно браковина стала признаком вот это вот спекулятивной игры ну и второе значение раковины традиционный символ смерти раковина оболочка погинутая когда-то жившим в ней существом напоминает о смерти а также обеспокоенном и суетном море житейском кроме того раковина естественно является аналогом черепа персик первое значение естественно плод грехопадения который как и устрицы символ соблазнения и разврата устрица знаете да это символ соблазнения разврата если вы видите на голландских на голландских фламандских картинах устрицы кто-то ест или на столе лежат устрицы значит дело происходит в публичном доме ну в борделе часто изображался в пространстве вот этот персик часто изображался пространство публичного дома имел также другие значения здесь скорее всего излишне но тем не менее просто их перечислю персик символ троицы поскольку природа персика троична он содержит мякоть косточку и ядро а также символ спасения часто встречающаяся сигна иконографии демонстрирует что именно дерево персик склонилась надевы марии иисусом во время их бедствия египет спасло их от голодной смерти там естественно есть разные варианты какое-то было дерево но в том в том числе и персик вишня видите вишня он красный цвет плодов может символизировать о страстях господних либо означать райский плод спасения и сладость добрых дел но здесь скорее всего имеется ввиду третье значение как на серии миниатюр гротески юриса хофнагеля где обезьяна символ грешника приманивает попугая символ праведника вишнями ну тоже это довольно часто встречается элемент когда обезьянка там кого-то вот прям они колос произрастающий сквозь мертвые кости вот видите эмблема надежда это эмблема на и надежда на другую жизнь то есть это просто обозначалось как имплема лавр увивающий череп символ славы и вечной жизни праведников лилия композиционно противопоставленная распятому христу здесь не символ частоты девы марии как это был принят у средневековых и возрожденческих мастеров а наоборот знак тления скорого видания ошибочные опасные погони за земной красотой чертополох смыкающий композиционный пастор построение букет со стороны противоположный распятому иисусу это первое символ страстей господних его терновый венец а также символ зла смерти и страданий намекающий на грех и темные тяготы а также тяжкий труд на который обречен человек после грехопадения тюльпан ну вот я уже сказал про значение тюльпана связано с тюльпаном они и тюльпана относится эмблемы кроме цвета ничто вот из то есть из тех самых сборников эмблем мото такое тюльпан мото кроме цвета ничто и глупец вскоре разлучиться своими деньгами тоже мото связано с тюльпанами как следствие тюльпана мании и указание на быстрое видание земной красоты в противоположность невидающей красоте божественной либо второе значение тюльпана может быть эмблема уснул когда скроется солнце то есть знак истинной веры исследования богу зависимости от того как складывается общее значение всей символики всего что тут есть можно интерпретировать тюльпан либо так или иначе и понимать все-таки что имел ввиду дыхе пион эмблема краткое наслаждение роза скорее всего здесь эта эмблема небесной не таково символизирующие бренность плоти и противопоставляющие быстро видающему цветку вечную небесную жизнь гвоздика означает страдание господа за человеческие грехи понятно из-за характерной формы семян символизирует гвозди которыми иисус был прибит кресту ну и плюс красный цвет гвоздики всегда отсылает крови иисуса и кого страдания на кресте вообще в живописи вот этих нескольких веков наверное 14 17 16 век красные кита фрукты цветы объекты так далее в любом случае они отсылали к страстям но если это живописи связанные с религиозной тематикой аквилегия водосбор по-другому синий белый цветок символ страстей господних синерис скорбь девы марии но и символ небесного царства и отпущения грехов здесь очевидно используют второе значение жасмин символ чистоты девы марии божественной любви но здесь судя по расположению непосредственно под чертополохом и по сочетанию с розами означает истинную веру маг символ сна в том числе вечного той смерти а также страстей господних в этом значении маг присутствует в том числе от у рафаэля на работе мадонна на лугу который венском музее истории искусств 1506 1 1506 года нарцисс здесь буквально тянущиеся к распятому христу означает воскресенье 3 у божественной любви и вечной жизни анемон два небольших оранжево-красноватых цветка в нижней центральной части букета вот есть аналогичные того времени изображение анемон я просто в нее совсем не разбираюсь в цветах и мне приходилось долго искать какие-то изображения чтобы понять что это за цветок ну какой-нибудь там роза тюльпан понятно или лилия а вот эти вот маленькие не очень ясны и сейчас анемон изображается чуть по-другому но я нашел изображение анемона такие же и на других работах означает скорбь и смерть является символом краткости жизни венера полюбила юношу 1 венера много кого любила мы видели с вами у него был муж марс но еще были многие другие поскольку она богини легко давалось полюбила юношу адониса и на земле я не с ним проводили время он любил охотиться вот он решил пойти на охоту она его не надо ходить на охоту ну нет пойду на охоту потому что мужчина не такие странные тому в общем убил вепрь и она очень расстраивалась и превратила его в цветок а цветок оказался такой очень нежный я види пишу что вот прямо дуновение ветра он сразу приходил в негодность этот цветок поэтому назвали анемона нам он по-гречески ветер гиацинт белые цветы непосредственно падали и вот это вот да вот эти а или вот эти вот эти вот это это нарцисс я просто не вижу да это нарцисс вот это вот ну вот тоже я посмотрел еще 18 веке гиацинт так изображался в принципе возможно естественно варианты да в чем-то может быть уверенным в чем-то не обязательно символ христа также траура согласно видео аполлон влюбился в прекрасного юношу гиацинта однажды они решили посесть посостязаться в метании диска аполлон бросил первым и смертельно ранил возлюбленного страдающий аполлон в отчаянии превратил кровь умирающего гиацинта в цветок соответственно символик тоже понятно символика связанной с трауром и наконец круглые стеклянные вазы символизирующие мироздание мы вчера видели да что мироздание изображает с круглым шаром вот вы его тут точно такой же шар круглый видите символизирующие мироздание с отраженным светом но более того еще поскольку в вазе вода она не отражается окно с воздухом то здесь есть отсылка ко всем тут не ко всем но к стихиям вода земля и воздух так ваза символизирующий мироздание с отраженным светом падающим из окна как раз той стороны где нас хуй находится распятие этот световой отблеск означает обращать обращение души к божественному светочу и через это возможность его спасения потому что мы тут нет нигде воздуха видите света единственный свет проходит через окно с этим вот крестообразным силуэтом переплета оконного и так дыхем написал тут ниже вот после всего этого да но на самый прекрасный цветок никто не смотрит какой прекрасный самый цветок ну вот собственно самый прекрасный цветок иисус христос на распятие на на кресте соответственно мы вот из все что я сказал можем строить какую-то конструкцию конструкции в любом случае будет связаны с осуждением той жизни которая связана с ахиминутными радостями плотскими финансовыми социальными каким-нибудь еще любыми другими и для дыхем было важно сказать этим букетом что есть совершенно другие ценности на которые нужно обращать внимание смотрите вы сами на них внимание не обращать вы к этой работе подходите увидите цветы со всей вот этой вот их потом уже скрытый символик ведь ага как красиво никто не не обращает внимание на настоящее на подлинное на распятого бога итак мы тут видим что время время жизни скоротечно алчность еще более его укорачивает греховные грязные помыслы которые ведут кратковременным зимным наслаждением мешают спасение души и вечному блаженству но возможно искупление она возможно через истинную веру и праведную жизнь за которой воздастся на небесах распятие смерть христа незаметно для нас любующихся пышным и ярким букетом и что перед глазами у нас часто не тот цветок ну вот как то так в общем довольно забавно когда берешь натюрморта и того того времени нужно к сожалению перерывать довольно много просто литературу почему тут как-то особо такого нет чтобы открыл какую-то одну книжку и вот все что то что то что я вам сказал это результат ну в общем довольно большого довольно больших усилий по перелопачивание какой-то информации то что естественно все же еще тоже фантазирует ну как и я тоже то что там про про один и тот же цветок в разных источниках можно писать совершенно противоположные трактовки откуда они взяты не очень понятно ссылок не так много и естественно нужно ссылаться только вот на то о чем говорил вчера валерия да если там зверу зверушки или кто-то еще ту конечно бестиарии ну или вот действительно на сборнике эмблем вот ну хорошо какие то есть у вас вопросы да давай я слушаю тебя и такая мысль пришла в голову что этот пышный букетик который нам сообщает чите существования он очень похож на католическую церковь своей пышностью и тягой к цветам и к садикам к вот перед церковному пространству и он противопоставлен аскетическому протестантскому чистому до христу ну вот просто у меня я сейчас по да похоже извиниться да здесь еще тут искал про 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 церковь и еще очень важно это всегда так вот когда вы видите такие букеты во первых никто из них просто так не 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 был меня никто вернее ни один из них не был написан просто так всегда букеты имеют вот то что я сейчас перечислял всегда вот эти значения скрытые но если они написаны в 17 веке в нидерландах и помимо значения каждого из объектов которые всегда есть на букве вот на то в таких композициях здесь еще схеме художников соблюдалась иерархия они это имели в виду если то есть чем выше тем больше святости чем ниже тем больше греховности естественно вы посмотрите внимательно если на вот эти букеты нидерландские вы всегда увидите что снизу там признаки тлени от какие-нибудь фрукты гниющие мухи там ким жуки гусеницы или что-то еще ну или как здесь тоже символика не такая мрачная но все равно отсылающие к смерти и тлению да вот эти раковины и так далее а чем выше тем больше святости и всегда букета заканчивается цветами которые обозначают что-то символически связанные с прощением с вылетелись слова из головы ну понятно чем совсем хорошим против всего плохого ну и так вот собственно об этой работе мы хотели бы я бы хотел бы с вами поговорить здесь такая ситуация что в общем об этом у меня тоже много материала и можно говорить очень долго я вынужден сейчас буду как-то все это сжать и и вам придется домысливать то что я не сказал ну ясно что это герника ясно что это май начало июня 1937 года это ясно что это самая знаменитая работа 20 века по странным истечении обстоятельств об этой работе написано это не это еще странно написаны тысячи книг и и статей но почему-то ни в одном из этих текстов ази в случае которые мне попадались исследователи и интерпретаторы не дошли до простой вещи который мне кажется здесь есть и собственно то возможно открытие которое мы сейчас с вами вместе сделаем потому что она очевидно она лежит на поверхности сейчас мы к этому подойдем пикассо как вы знаете не любил рассказать о своих работах он всего об одной работе рассказал до герники и то она они рассказал позже в 60-е годы работа называется танец 1925 года или танец втроем она называет хотя там непонятно сколько фигур она она целает к да это это нужно сказать потому что это касается в том числе и герники работа двадцать пятого года вот о которой пикассо говорил она касается в том числе гибели его друга кассо гемосо пикассо как на них приехал в париж в 900 году не знаю французского своим другом касаемо сам касаемо с первым делом влюбился в девушку который звали жермен она была при этом жена их общего друга пико жена но при этом она была еще и моделью и ну она любила она любила мужчин еще помимо этого и касаемо с вне влюбился и прям начал думать что она должна быть его она так не думала потому что у касаемо са было половое бессилие и касаемо все время страдал от того что она с кем-то еще общается ревновал и в конце концов 901 году при встрече с ней просто достал револьверы в нее выстрелил но промазал но она испугалась и упала а он при этом подумал что он ее убил на смерть и он очень расстроился и выстрелился в висок почему он когда в нее стрелял он сказал это вот тебе стреляйся в висок он сказал вот это вот пуля мне и застрелился на смерть для пикассо это был очень важный друг пикассо вообще близких друзей наверное может быть и особо не было и пикассо именно после смерти косогемоса впал в то что вы знаете как голубой период то есть собственно ну это известно и сам пикассо об этом говорю чтобы вот смерть косогемоса на меня так повлияло что я прям несколько лет списал вот этим синим цветом с разными оттенками ясно что этот синий он отсылал к смерти и пикассо вот это уже важно это мы переходим к разговору в том числе и гернике и пикассо после того как как косогема застрелился уехал из парижа в испанию вернулся но вернулся домой но довольно быстро вернулся в париж то что понятно было что ему там делать нечего у себя дома в тем же летом 901 года он уже вернулся в париж и первое что он сделал он стал сексуально общаться с этой жермен ну который собственно была возлюбленной косогемоса еще напомню была женой их общего друга пико и более того еще и пикассо делал такие зарисовки рисунки ну комикс практически рисунки того как он проводит в постели с этой жермен время просто на это сам риса я отправлял своим своему там другу просто чтобы ну как бы ну чтоб интересно друзей же надо поддерживать чем-то интересно и в двадцать пятом году умер пико муж этой жермен и пикассо опять расстроился и написал работу ты танец который называется еще танец втроем где почитать пожалуйста внутри действительно важная работа для пикассо повторюсь это единственная работа о которой он сказал что там изображено естественно не точно и вторая работа который сказал пикассо что там изображено это это работа но пикассо сказал они так в многочисленных интервью он говорил примерно одно и то же политика я не знаю почему я использую именно этот объект бык это бык палитра это палитра и лампа это лампа вот и все но нет здесь для меня абсолютно никакой связи с политикой здесь абскурантизм и дикость да но не фашизм и далее я хочу воспроизвести предмет таким каков он есть а не то что он означает если вы придаете смысл некоторым вещам которые изображают возможно это вполне правильно но у меня никогда не было подобного намерения к идеям о которых вы говорите я также приходил но инстинктивно бессознательно когда люди смотрят на это каждый вероятно отыскивает разный смысл в том что видит я не думаю вкладывать в изображенные объекты какой-либо особый смысл еще извините одна цитата из другого интервью тоже спрашивают а что изображено на герник что вы имели ввиду этот бык бык ну повторяется пикассо а лошадь есть лошадь там на столе есть еще какая-то пташка цыпленок или голубь сейчас я уже не помню это конечно символы но создавать символы это не дело художника иначе вместо того чтобы писать красками он гораздо лучше выразил бы их словами смотрящие на картину зрители могут видеть в лошади быке символы и интерпретировать их по своему вкусу есть несколько животных а публика она видит то что желает напомню что когда писалось герник и ну была написана герник и была выставлена сейчас я чуть скажу где и что пикассо вообще-то говорил чему посвящена герника его иллюар научил что нужно говорить что это борьба с фашизмом что я коммунист и хотя приказ потом говорил что ну я уже поставки вышла коммунистической партии сначала вступил 44-тому на squad Benedic police к democrat и вышел потом говорил ну я вообще не знаю что такое художник там коммунит я да был коммунистом я же не писал как коммунист вот если бы я был сапожником коммунистом я я бы не стал же подбивать обувь как это особо покоммунистически вот ну и соответственно художник не может как особо по коммунистически но это потомffe катака а вот когда ему нужно было интерпретировать, это когда были еще суровые, тяжелые времена общественного мнения в Париже конца 30-х годов, он говорил, что это антифашистское произведение, и действительно все друзья его, и Аполлинеры, и Люареви и прочие, они, конечно, тут увидели борьбу с националистическим фашистским путчем в Испании. Ну и, соответственно, сюда была вписана, естественно, антивоенная тематика. То есть вы скажите, о чем Герника, если я вас так спрошу, вы скажете, о чем эта работа? Ну что, Пикассо хотел сказать Гернику, помимо того, что я сейчас прочитал про бык, лошадь, птичку, которую он не помнил, естественно, лукавя, он все прекрасно помнил, какая там, где птичка. Да, просто, чтобы видели, птичка вот. Тут вот птичка. Да, это близко к тому, что я хотел сказать. Но, естественно, когда работа... Ну, дайте сначала, чуть-чуть начнем, быстро, но сначала. В 1936 году в Испании победила республиканская левая правительство, в общем, установилась. И летом 1936 года возник националистический под руководством Франко путь. То есть часть страны решила, что нас левая правительство не устраивает, нам больше нравится фашистское правительство, националистическое. И возникла гражданская война. Кстати, вот вы не помните, когда Дали написал предчувствие гражданской войны? Вдруг я подумал об этом. Дали, помните, у него работа? Предчувствие гражданской войны. Это 1936 год. И, по-моему, это до того, как возник путь. То есть за несколько месяцев Дали написал работу с названием в Европе не было никаких гражданской войны. С предчувствием гражданской войны. Ну вот, в общем, уже идут бои. И в январе 1937 года испанское республиканское правительство, Пикасс, который живет в Париже, заказывает работу для павильона Испания, для международной выставки достижений народного хозяйства, которая должна пройти в Париже летом, весной, летом, до осени она продолжалась, которая должна была пройти в Париже. Вы помните, это та самая знаменитая выставка 1937 года, где был советский павильон и немецкий павильон. Советский павильон с Мухиной, с этим рабочим колхозницей, а немецкий павильон с работой Шпейра, который через шпионов узнал, что будет в советском павильоне и построил заранее. Немецкий павильон выше советского павильона, что очень расстроил советское руководство, но шпионская сеть Германии была, видимо, более развита и Шпейр понимал, что этим нужно пользоваться. А еще рядом стоял павильон, помимо многих других, Испании. Павильон выглядел так. Большое помещение, вот эта работа семь с половиной на три метра, то есть это гигантская работа. И, собственно, в павильоне всю стену занимала эта работа. Когда республиканское правительство заказывало работу Пикасс, напомню, это был в январе, она, естественно, не могла ни про какую гернику, ни о чем знать, так что сейчас я скажу, когда случилась герника, ему просто была заказана работа. Итак, висела эта работа, напротив висел портрет Лорки, великого испанского поэта, который как раз незадолго до того, как произошла эта выставка, был убит как раз вот этими пучистыми. И, соответственно, для Испанской Республики это было крайне важное значение, потому что это был выдающийся и важный для них поэт. Соответственно, вот висела герника, напротив висел портрет Лорки с информацией о том, как его убили и с его работами. И в соседнем зале через стеклянную стенку показывали документальные фильмы, связанные с войной против пучистов, против националистов. Собственно, все, весь павильон почти, он был связан с этими тремя работами. То есть, герника попала в контекст борьбы республиканцев. Когда заказало правительство Пикассо работу для выставки, он начал делать эскизы, у него там был очень тяжелый период, творчество как-то не шло. Там Ольга, жена русская, она там развод не дает ему, он при этом с ней как-то общается, там любовницы, в том числе появляется у нее любовница такая Дора Маар. Но при этом у нее еще есть главная любовница Мари Террес Вольтер, которая к тому времени ему дочку уже родила. А от Ольги у нее тоже был ребенок. И вот он как в каком-то кризисе, он в ответ на заказ делает эскизы, связанные с тем, что он хочет вот это панно 7,5 метров на 3 сделать изображение мастерской, ну как бы мастерская художника. 26 апреля 1936 года мирный городок под названием Герник, это город, мало чего значащий на карте Европы в стране басков. Баски к тому времени уже получили независимость от республиканского правительства. То есть этот сепаратистский район, который впервые в Испании получил независимость. Вот они хотят независимость, они ее получили, республиканцы это им дали. Что дико бесило, естественно, франкистов. Но это была часть католическая. Поэтому на территории басков особенно Франко каких-то боевых действий не вел, потому что они боялись, что папа римский может возмутиться. Потому что почему убиваете католиков, я типа не давал вообще на эту санкцию. Поэтому там велись довольно аккуратно боевые действия, но тем не менее франкисты наступали и довольно близко уже подошли к Бильбау, к столице страны Басков к этому времени. И линия фронта от Герники находилась в 10 километрах. В принципе войска республиканцев отступали. То есть там было очевидно, что никого сопротивления они уже оказать не могут и они отступают. Отступают они по дорогам. Одна из дорог центральных вела через Гернику, через этот городок. Городок 7 тысяч жителей. В центре здания парламента, рыночная площадь. На краю города дуб, который был прям какой-то важный дуб, такой исторический, тысячелетний. Это был дуб священный для басков. Там собственно происходили рядом с этим дубом испокон века все события, связанные социальными политическими установлениями вообще на всей этой территории. То есть это действительно для них было святое дерево. Настолько, что глава правительства басков вот этого времени, в 1936 году, не помню, в 1936 или 1935, он приносил присягу у этого дерева. 7 тысяч жителей. Вдруг в 4 часа, в 4 30 утра колокол башни на колокольне начинает звучать, типа воздушная тревога. Прилетает один самолет, бросает бомбы, удетает. Ну, вроде все так успокоились, но через несколько десятков минут прилетает эскадрилья самолетов. Это эскадрилья Кондор, которая была совершенно неофициальной. Это была немецкая эскадрилья. Немцы помогали Франко в ведении боевых действий. Неофициально. Их как бы не было. Ну, мы знаем, мы с этим знакомы. Их там нет. Немцев там не было у испанцев. Но они летали, сбрасывали бомбы при этом. И вот они начали сбрасывать бомбы. Как бы вроде бы с Франко это не согласовывалось операция. Что делали немцы с эскадрильи Кондор? она несколькими волнами сбрасывала разные типы бомб на город Герника. Зажигательные, фугасные, от самых таких небольших до многотонных бомб. И сбрасывали бомбы волнами. Прошла вольна 6-8 бомбардировщиков, причем шли не один за другим, как делают при фронтовых атаках. Если тебе нужно что-то разбомбить, допустим, мост, то ты не будешь летать шире, ты будешь летать вот так. Ты полетел, сбросил один бомбардировщик бомбы на этот мост, попал следующий, понятно, логика. А тут они летели вот так. И сбрасывали бомбы во всю шире. Это называлось ковровой бомбардировкой. Немцы именно тогда, в этот момент, руководство Люфтваффе придумало эту идею. А давайте раньше до этого так не бомбили. Давайте попробуем, что будет, если вот так бомбить. И они решили это отработать на гернике. Это неправильное выражение, потому что не только это они решили, но в том числе они на гернике отрабатывали ковровые бомбардировки. Это было первое применение такого типа оружия. У герники не было никакого ПВО, никакой противовоздушной обороны, потому что это действительно был мирный город вдали от фронта. Немецкие офицеры Люфтваффе уже после всех этих событий писали в дневниках, мы хотели просто разбомбить. Мост был, чтобы республиканские войска не отступали здесь. Ну, как-то так получилось, что город разбомбили. А город разбомбили так, от города осталось 30% зданий, 70% было полностью уничтожено. И из населения 7000 человек погибло, сначала эта цифра была в газетах, сначала 27 апреля, 27 и 29 там уже потом пошел вал. Информации было написано, что погибло 1652 человека. То есть, ну, писайте, от 7000 1652, да, и плюс еще 800 раненых. И люди погибали жутко, потому что немцы еще сбрасывали фосфорные бомбы, и там, а еще, да, еще это был рыночный день, то есть там уже успели утром пригнать скот на рыночную площадь, и там, соответственно, очевидцы описывают просто обезумевшие животные, горящие вот в фосфоре, просто бегали по улицам с дикими криками, и люди гибли в подвалах, потому что немцы сбрасывали такие бомбы, под которые, естественно, обычный там двухэтажный домик с подвалом, он просто не понимает, там все рушится, вплоть до подвала, и все, плюс зажигательные бомбы, да, ну, то есть, это было что-то действительно жуткое, потом уже, когда были сделаны официальные подсчеты, через многие месяцы или годы, выяснилось, что погибло всего, скорее всего, от 200 до 300 человек, но это не имеет значения, потому что важна одна жизнь, дальше одна, и все, уже дальше не важно сколько, но тем не менее, газеты, левые, естественно, стали раздувать эту историю, что историю не в том смысле, как вот сейчас модно говорить, это история, о том, я не в этом смысле это слово использовал, а историю, в смысле историю, стали о ней писать все более и более интенсивно, и нациалистическое правительство, франкистский, вот франкистский режим попытался это представить, как это делали до этого, они, может быть, так и было, что левые при отступлении сами сжигали города, и они говорили, ну, там, это же очевидно, то есть, там, разрушения в Гернике такие, что это просто пришли, значит, вот республиканцы, там, с канистрами, с бензином, там, облили дома, церковь и подожгли, и вот, а теперь на нас, значит, это все, а никакого у нас тут, какие эскадрильи, у нас нет ничего, да, их там нет, поэтому там никто летать даже не мог, у нас же вот у франкистов нет таких самолетов, даже этих юнкерсов там и так далее. Итак, 27 апреля выходят газеты, которые уже к 30-му опере о Гернике пишут все, описывают это событие, как очень жутко, и Пикассо, ищет там в Париже, открыв утреннюю прессу, это видит. К этому моменту у него не было еще точной идеи, вот это, повторюсь, мастерская художника, он там хотел изобразить что-то такое вообще невнятное, эскизы какие-то странные, а уже выставка начинается через месяц, выставка должна была открыться 20, ну, открылась, собственно, по-моему, 25 мая, тут вы с цифры следите, да, 26-27 апреля у Пикассо вообще ничего нет, 7 метров с половиной на три стоит, там ничего нет, и тут вот он открывает газеты и видит, вот, собственно, важное событие, да, и его это очень впечатляет, и он начинает делать наброски уже вот близкие к тому, что получилось в финале. Я вот не зря вам рассказал про Ксагемаса, да, давайте я вам еще буквально две цитаты, хорошо, про коротких прочитаю. Когда Пикассо пишет работу, она высокая, он стоит на стремянке, ну, Дора Мар, она, она ему сняла там пространство, чердак, чтобы можно было эту работу просто физически поставить как-то, да, она там все равно не помещалась, немножко под углом была, но он стоял на стремянке и писал. Дора Мар в этот момент, когда он работал над Герникой, он ее сделал в результате, начиная с 27-го, 30-го апреля до 4-го июня, то есть он сделал эту работу, это действительно что-то невероятное, за месяц и 4 дня, причем вот с нуля, с нуля. И Дора Мар, Доре Мар, было позволено фотографировать весь процесс съемки, собственно, поэтому у нас есть вот эти 7 эскизов, 7 вариантов Герники, которые она просто отсняла. И, скорее всего, она очень интенсивно участвовала, потому что это была очень интересная и умная женщина, она участвовала, скорее всего, в каких-то советах и помощи Пикассо по вот этой работе. Итак, Дора Мар в мастерской Пикассо фотографирует работу, а у Пикассо было так организовано, что Мари Терес Вольтера, его главной любви, в которой он сказал, что Мари Терес, я же тебя очень люблю, и Герника посвящается тебе. Ну, при том, что Дора Мар вообще-то считала, что это она придумала Гернику, и это, скорее всего, так и было. И она просто участвовала в работе над Герникой. И вот она у него в мастерской, а да, вот я начал говорить, что Пикассо был устроен так, что у него там встреча с Мари Терес, Мари Терес Вольтер была там как-то обоначиваясь. так, ты ко мне приходишь в четверг. Значит, Дора ко мне приходит там в среду. Ну, и там как-то было по дням недели, и время не распределено. А Мари Терес вдруг пришла в невурочный день в мастерской. Там Дора. И Мари Терес это не очень понравилось. Она стала с Дорой Мар переругиваться. И говорит, что я тут должна находиться, ты уходи, говорит Мари Терес, Дори Мар. Я ребенка родила от этого человека, у меня больше оснований с ним находиться. Дора пишет, а у меня не меньше оснований находиться здесь, чем у вас. Я не родила ему ребенка. Ну и что? Пикассо продолжает работать. Наконец Мари Терес обратилась к нему и потребовала, чтобы... Да, более того, есть в сети фотография прекрасная. Пикассо работает над Герникой. Там как раз, видимо, фотография Дора Мар снизу вверх. Там такой очень милый... Пикассо был потрясающим и обаятельным человеком. Он так смотрит вниз. Сейчас вы поймете, почему я это упоминаю. Посмотрите на эту фотографию. Наконец Мари Терес обратилась к нему и потребовала, чтобы он разрешил спор. Решай, кому из нас уходить. Пикассо с удовольствием вспоминал о той истории. Потом. Пикассо работал очень много, потом ходил в кафе, в парижские кафе, ну, с друзьями. И вот там друзьям рассказывает. Принять решение было трудно. Мне нравились они обе, но по разным причинам. Мари Терес была ласковой и послушной. Она была такая молодая спортсменка, не очень далекая девушка, но очень красивая, действительно милая и обаятельная. Была ласковой и послушной, а Дора умной. Я решил, что выбирать не буду. Ну, потому что, а как выбрать? Это же разные характеристики. Это, значит, ласковая и послушная, а это умная. Они же не взаимозаменяемы. Их бессмысленно выбирать между ними. Я решил, что не буду выбирать. Меня устраивало все как есть. Ну, напомню, у нее там еще Ольга. Меня устраивало все как есть. И еще я сказал, ну, что, подеритесь, что ли? Вот он так сверху. Это буквально, это правдивая история. Он так сверху пишет, Гернинг. Ну, подеритесь, что ли. И когда они начали драться, и тогда они начали драться. Это одно из моих самых приятных воспоминаний, говорит Пикассо друзьям. Джеймс Лорд отмечал иронию ситуации, ускользнувшего от самого Пикассо. Ну, вы уже поняли, да, иронию? Две его любовницы дрались в его студии, в то время как он сам спокойно продолжал работать над огромным полотном, которым хотел осудить жестокость человеческих конфликтов и насилия. Ну, еще одна цитата. Пикассо в разговоре с Абартасом есть вот эта прекрасная книжка, разговоры с Абартасом. Пикассо с Абартасом, его другу и секретарю, если войну, это как раз вот это уже, чуть позже, да, когда уже Вторая мировая началась, в 1939-м, если войну устроили, чтобы мне досадить, тебе не кажется, что они зашли уже слишком далеко? Пикассо ненавидел смерть, он, это был, причем мне на самом деле понятно его, то есть, каким-то образом это, он ненавидел смерть настолько, что если человек заболевал, особенно если мы говорили, у этого человека какая-то болезнь, ну, может быть, умрет. Пикассо переставал общаться с этим человеком все, навсегда, то есть, он вычеркивал о жизни, он запрещал ему приходить, вообще о нем переставал думать, не писал и так далее. Он мог деньги отправить, помочь, но с человеком больше не виделся. То есть, он был чудовищно суеверен, он боялся смерти, и смерть для него была абсолютно табу. И я вот уже использовал слово, Пикассо, конечно, был очень впечатлительный. У Набокова в лекциях об истории русской литературы, которые я вам абсолютно рекомендую почитать или послушать, есть хорошая аудиоверсия, Владимир Набоков там говорит следующее. Есть люди сентиментальные, а есть люди чувствительные. Ну, и те, и те впечатлительные. Вот Пикассо был очень впечатлительный. Вопрос, с кем он из этих был. И Набоков говорит, что отличие между сентиментальным человеком и чувствительным в том, что сентиментальный человек, например, такой, какая-нибудь старая дева, которая может кормить попугая своего каким-нибудь изысканным лакомством, но при этом, пишет Набоков, отравить племянницу. Или, например, человек приходит в оперу и прямо у него слезы, он слушает Вагнера, у него прямо слезы из глаз, такой сентиментальный. Потом идет и совершает какие-нибудь подлости и гадости по отношению к неограниченному количеству лиц. То есть это вообще ни на что не влияет. Политик, который пишет Набоков, никогда не пропустит день матери, будучи сентиментальным, и отмечая всегда это в кругу семьи, может творить все, что угодно по отношению к своим противникам политическим. То есть сентиментальный – это человек, который очень впечатлительный, и он легко переживает котенок. Ой, какой котенок, как ужасно, надо его... Но при этом человек может в семье быть абсолютным тираном. То есть это человек, который переживает собственные впечатления. Его не интересуют эмоции, чувства реальные, окружающего мира и других людей. То есть он упивается собственными эмоциями по отношению к чему-либо. К опере, к котенку, к попугаю, к дню матери или чему-нибудь еще. А чувствительный человек, он обладает эмпатией, он переживает, он понимает, что происходит с другими людьми. И переживает не своим переживанием, а чужими переживаниями. Он за других людей переживает, а не от них. Пикассо был, безусловно, абсолютно сентиментальным человеком и абсолютно нечувствительным. То есть это человек, который творил в бытовой жизни, совершенно невозможные вещи. Вот как, опять-таки, Набоков говорит, что Руссо был сентиментальным человеком. Он там все время рыдал. То есть чуть что, какие-нибудь идеи ему придут в голову. Он говорит, боже мой, и так слезы. Но при этом, говорит Набоков, Руссо, наплодив там кучи абсолютно детей всевозможными способами, всех охрасовал по детским домам. То есть у него вообще ни одного не оставил. Вот сентиментальность. Так вот, Пикассо, разумеется, это сентиментальный человек, который был очень впечатлителен. И, конечно, его впечатлило Герника. Мы, кстати, вообще не подошли еще к тому, о чем я хотел говорить. Его, конечно, впечатлили те события, о которых он прочитал в газете. Но повторюсь, что он говорил про войну, что это они, что, меня решили? Как-то вот, чтобы мне тут... Я тут такое начал писать. А тут войну какую-то объявили. Ну, что было с женщинами, что было всегда в семье и прочее. Бесконечное количество примеров, которые можно из его биографии вычленить. Они свидетельствуют об одной простой вещи. Пикассо, который... Он вообще откуда? Из Барселоны? Ну, в любом случае, он не баскск. Да? Ясно, что сепаратистов басков Пикассо было точно не жалко, если ему было не жалко своих самых близких людей. Ну, хотя он был сентиментален, и он как вот кошечка, попугай или что-нибудь еще, он их пожалел, конечно. Но в каком смысле? Он не мог создать работу, которая перевернула сознание 20 века, исходя из отсутствия эмпатии. Ну, так не бывает. Ну, если нет никакого основания, то событий не произойдет. Эта работа перевернула 20 век. То есть, есть жизнь человечества до Герники, есть после Герники. Вот вы сейчас, глядя на эту работу, если сейчас выключить свет, наверное, это нельзя сделать, вот я так, получается, риторически воскликнул, то вы, посидев, находясь здесь какое-то количество времени перед работой, вы просто, она бы у вас в глазах стояла бы потом еще сутками. Может быть, и сейчас будет стоять. Она экспрессивная. Да, просто, ну, просто это невероятная работа, потому что Пикассо, безусловно, был абсолютным гением. То есть, таких художников много, не было много столетий, да. И, естественно, работа по силе равной Герники в 20 веке просто не существует. Вы не сможете ее придумать. Вопрос. Во-первых, как это возможно? Во-вторых, что тут изображено такого, что так на нас воздействует? Вот теперь давайте разбираться. Собственно, все до этого было преамбулой. Ну, во-первых, Пикассо был крайне насмотренным художником. То есть, это человек, который очень хорошо ориентировался в истории европейской живописи. Да? Да. Если человек хорошо ориентируется в европейской живописи, он как-то ну, как-то отсылает свое творчество к европейской живописи, особенно, когда он делает семиметровую работу, за месяц работает 12 часов каждые сутки. Пикассо, и вы видите за его цитат, он не думал. То есть, он писал то, что случается. Как бы живопись это то, что происходит. Соответственно, здесь есть что-то, что мы сможем увидеть и вычленить, если будем опираться на образцы европейской живописи, которые, конечно, были известны Пикассо, на которые он опирался. Ну, что он показывает здесь? Трагедию человечества, да? Трагедию человечества, или там, не важно, пока мы еще не знаем, чего, трагедию, связанную с жизнью и смертью, писали миллион раз до Пикассо, и разными способами. Для этого существовала, естественно, иконография. Соответственно, Пикассо опирался на эту иконографию. По меньшей мере, мы то, что мы сразу видим, вы видите тут триптих? Вот мысленно разделите, вот так. И вы сразу начинаете понимать, что Пикассо просто изобразил триптих. Вот так вот. Вот центральная часть, и вот две боковушки. Просто сама пропорция холста такая, что она предполагает наличие триптиха. Пикассо так и сделал. Он сделал триптих. Это первое уже то, что мы увидели. А если триптих, вы понимаете, что есть, значит, три части изображения. На триптихе, как правило, не рисуется одно и то же событие, на все три части. Нет, конечно. Значит, здесь мы сразу должны понимать, есть три части, три события иконографических. Ну, примерно, да, может быть, больше, может быть, как-то что-то слито, но в целом уже это тоже понятно. Дальше что? Есть какие-то иконографические мотивы, которые неизбывны в европейской живописи. Просто мимо них, если ты что-то пишешь, вот Пикассо пишет, бык это бык. И мы говорим, нет, бык это, наверное, вы Франко имеете в виду, да, плохого, вот фашиста. Да, ну, Франко, как скажете. Но если человек изображает пространство, вот что он изображает? Вот видите, вообще, где все это происходит? Вообще, где происходят события Герники? Мастерская художника? Что там? Изначально была как бы мастерская, но тут уже от нее ничего, Артем, не осталось, на самом деле, от тех эскизов вообще ничего. Но в целом, да, все равно идея такого помещения, ну, какое-то подвальное, правда ведь, помещение? Ну, какое-то или что-то, ограниченное. Что вы, что вам приходит на память, если я вам скажу, события происходят в ограниченном помещении, где есть три стены и нет передней стены, там происходит в этом помещении что-то важное. А еще в этом помещении есть источник света, который имеет вот такие лучи. Ну, вы видите, да, вот звезда с лучами. Когда Рождество, вы всегда видите на всех работах звезду с лучами, правда, Эфельемскую? Она как изображается? Есть источник света, есть лучи, как у Пикассо, да? Значит, что оно тут, какую иконографию использует? Вот есть пространство какое-то, да? Есть источник света с лучами. Более того, есть птичка, о которой как бы не помнил Пикассо. Мне казалось, там птичка есть. Вот тут. Видите, тут я просто отсюда не вижу. Не вижу. Да, она там есть. Ну, птичка, ну, святой дух, правда ведь? Всегда, когда есть Рождество, когда есть звезда Эфельемская, когда есть Рождество, всегда есть птичка. Более того, всегда есть бык и осел чаще, но иногда и лошадь. Мы видим быка, мы видим лошадь, мы видим Вильемскую звезду, мы видим Святой Дух, птичку. Ну, о чем нам это говорит? Что Пикассо, совершенно очевидно, использует вполне определенную иконографию. Что он там выделывает в своих интервью, становится уже уже непонятно, дальше движемся. Когда вы видите на картине сломанный меч, вы какую иконографию, ну, вообще меч, какую иконографию вспоминаете? Сейчас мы к этому вернемся. Вот это что происходит здесь? Избиение младенцев. Когда происходит избиение младенцев, всегда художник изображает открытый меч. Ну, более того, вот, например, наш любимый Рубенс. Мечи и плюс вот эта динамика, которая, конечно, работает, естественно, и близкие, они, конечно, Пикассо были известны. Мы видим меч, при всем том, что, конечно, меч имеет миллион других символических значений, а сломанный меч тем более. И плюс еще тут цветочек вот тут произрастает непонятно как, но тем не менее. Это мы все пока отставляем в сторону и понимаем, что Пикассо вообще-то изображал просто меч. Если ты изображаешь меч, ты изображаешь избиение младенцев. Ну, мы видим основное, на вас произведение, что вот вся динамика этой композиции такая, что есть какое-то количество фигур на картине, не важно сколько и какое, но все они расположены в какую-то определенную сторону. Когда вы это видите, вы понимаете, что происходит, что поклонение волхвов, тем более мы тут видим дары волхвов. Тут тоже можно по-разному интерпретировать, разумеется, эту лампу, но когда вы видите иконографию поклонения волхвов, там всегда протягивают что-то Иисусу. Вот эта фигура во всех композициях, во всех семи вариантах оставалась у Пикассо. Собственно, она была одной из стартовых. Почему еще эта работа точно не посвящена проблеме войны, мира, и давайте серьезно относиться к жертвам безвинно погибшей и уничтоженной герники. Это я как бы моделирую критиков возможных, искусствоведов. Потому что, например, в одном из вариантов, вот видите, тут такая фигура тоже движется в этом направлении, в одном из вариантов вообще Пикассо долго не мог понять до самого последнего момента. Кстати, был момент, когда он сказал, ему просто звонят из павильона и говорят, слушай, ну надо уже, выставка открывается. Он говорит, работа не готова. Он говорит, ну надо уже. Он говорит, ну вы можете в любой момент забрать, неважно, в какой момент. то есть Пикассо имел в виду, что процесс бесконечный. То есть, просто забирайте, когда нужно, все, на этом типа работа будет закончена. В один из моментов, когда Пикассо еще не очень понимал, что это должна быть монохромная работа, и скорее всего, Дора Мара это подсказала, она была с цветом. Более того, Пикассо еще наклеивал всякие аппликации на нее, ну так, чтобы красиво было. То есть, ну так не очень красиво, а если газету наклеить, или там какие-нибудь обои, красиво будет. И вот в том числе на этой фигуре тоже были навешаны какие-то там бумажки, плюс к ней было приделано, во-первых, была нарисована сначала туалетная бумага, которая за ней тянется, буквально рулон туалетной бумаги, а потом Пикассо еще приклеил к ней туалетную бумагу. Ну, типа, смешно, там видите, голая у нее, голые ягодицы, ну, типа, смешно, туалетная бумага. Ну, типа, такая антиработа, антивоенная. Ну, с туалетной бумагой, для смеху, ну, и для красоты. В общем, это примерно так все было. Ну, и тоже есть какие-то странности, например, вот эти все животные, видите, вот и бык, вот мы видим анус туда его, и у коня тоже. Это, на самом деле, во-первых, странная фиксация Пикассо, но это мы оставляем за скобками, потому что это, в принципе, не имеет никакого значения. Но важно следующее, что, что делает Пикассо, опять-таки, мы не знаем, сознательно или бессознательно. Вот представьте себе быка или коня, ну, просто, представьте себе со спины, вы увидите анус, не увидите. Тут они изображены. Почему? Потому что этот объект вы можете увидеть только когда животное безумно возбуждено, что-то его очень сильно взволновало. Ну, в том числе, отсюда берется экспрессия, да, то есть, здесь фигуры изображены в абсолютно экстатическом состоянии. Здесь, вот я вам не зря заводил звуки с садика, да, вот что еще у вас здесь производит на вас впечатление, что здесь, посмотрите, рты открыты у всех и торчат еще языки, то есть, ну, за исключением вот этой, да, фигуры, ну, и мертвой этой главы. То есть, мы слышим крик этот, какой-то чудовищный крик, кричат и люди, и животные. Вы представляете, что там происходит вот на этой картине, в этом довольно замкнутом помещении. Итак, животные, которые абсолютно находятся в экстатическом состоянии с поднятыми хвостами, поэтому видим их анусы, с ними что-то происходит, то есть, они запечатлены в тот момент, когда что-то произошло такое, что даже животных, которые вообще-то являются ну, такими, вон, тихими, свидетелями рождения Иисуса, они просто стоят обычно так и смотрят, а тут они просто в каком-то совершенно экстазе находятся. В общем, что-то произошло, уже мы понимаем, да, что, ну, я, что животное не реагирует таким образом на бомбежку, потому что тут ее нигде нет, тут же нет ничего, тут нет каких-то разрушений, тут просто вот какое-то замкнутое пространство. и так, иконография, вот мы определили какой-то, да, самое главное, когда вот так вот все расположено куда-то к женщине с ребенком на руках, мы понимаем, что эта иконография очень простая, это вот это, да, поклонение волхвов, вот всегда так это выглядит, вот, пожалуйста, там вам бык, вот вам осел, он же конь, вот вам люди, которые, фигуры животных и человеческие, которые направлены в одну сторону, вот вам Дева Мария с младенцем, то есть, естественно, и он звезда, да, соответственно, вот, так же с лучами, соответственно, мы понимаем, что здесь еще использована иконография поклонения волхвов, вы можете собрать эту иконографию вместе, как это сделал Пикассо, одного элемента еще не хватает, да, и тогда мы с вами придем к этому открытию, о котором я говорю, или грека, которого, разумеется, Пикассо знал, любил и ценил. Ну, пьеты, да, не хватало. Есть еще иконография пьета, скорбящая Деву Марии о мертвом, снятом с креста своем сыне, искупителе, который умер на кресте, как вы знаете, для того, чтобы искупить человеческие грехи в 33 года. А здесь кто изображен в иконографии Питы? ребенок, да? Ну, это Дева Мария, а у нее на руках мертвый ребенок, то есть ее сын Христос. Христос, который не дожил до 33 лет, а что значит, что он не дожил до 33 лет? Что он не скупил вину человечества на кресте. А что это значит? Что человечество навсегда осталось в грехе, и оно обречено на ад. Потому что Христос уже умер, он не сможет уже оказаться на кресте. И здесь изображено это событие, поэтому это такая чудовищная работа, она производит такое чудовищное впечатление. Потому что Пикассо смог понять, что мы в 20 веке убили Бога до того, как он смог стать взрослым и оказаться на кресте. Пикассо знал, естественно, от Косогема со выражения Ницше «Бог мертв». Но ни один из нас не понимает, что такое «Бог мертв». Ну, мы, конечно, слышали, да? Ницше сказал «Бог мертв». А потом Бог, как мы знаем, на одной из граффити сказал, что Ницше умер. И подписался «Бог». Здесь совсем все другое. А как человечество смогло убить Бога? Ну, так же, как герники. Что там происходило? Там с воздуха летели самолеты, которые мирный город, люди этого города не могли остановить. Они не могли сбить эти если мы просто нечем. А просто оттуда падали бомбы. То есть абсолютно неподвластная человеку стихия уничтожала людей. Вот эта способность человечества создать машины, ситуации, которые, оказывается, ему же неподвластны, и есть убийство Бога, тогда, когда мы не можем совладать со своими собственными творениями. И эти творения начинают убивать. То есть они создают войну. А война это самое ужасное, что может случиться с человеком. Потому что война уничтожает людей вне зависимости от того, что такое человеческая жизнь. Вы понимаете, чем война отличается от любых других состояний общества? Потому что если нет войны, то человеческая жизнь всегда цена. Даже если есть общество убийцы, головорезы, идиотские политики, которые убивают людей разными способами. Но все равно в обществе остается идея, что жизнь цена. И каждая смерть является трагедией в этом смысле. Когда идет война, жизнь человека не имеет никакого значения. Возникают другие ценности, патриотические, государственные, национальные, какие угодно. А человек оказывается тем, кто должен быть уничтожен ради достижения этих целей. То есть возникает ситуация неуправляемая. То есть человечество само уже начинает со своей жизни не ценить. И тогда мы убиваем Бога, потому что Бог нам дал эту жизнь. Вот мы убили Бога. маленьким. Все. Теперь мы находимся в аду и будем гореть в аду всегда. И человечество не имеет шансов на спасение. А теперь просто обратите внимание, вот на лицо это, смотрите, да, внимательно, и на лицо это. Видите, что это одно и то же лицо? Вы понимаете, что в аду Дева Мария находится. А Дева Мария это церковь, это заступница человечества, да, то есть это и есть человечество. Дева Мария в аду. Потому что понятно, что ад изображается ровно так, да, вот языки пламени, вот воздетые в мольбе руки. То есть это ничего не может быть другое изображено, кроме как ад. умерший в детстве Бог, убитый нами, не дает нам никаких шансов, поэтому это такая жуткая работа, и такой силы мысли нет ни в одном произведении 20 века, 19, 17 и так далее. Именно поэтому это великая работа, именно поэтому она такая жуткая. ну что, согласны? А страшный суд это не может быть? Ну здесь нет элементов просто страшного суда, ну я ну скажу, может быть правды, но я просто не вижу иконографии страшного суда. нет судьи, более того, тут есть событие, которое заставляет кричать от ужаса Святой Дух, потому что вот эта птичка, у нее точно так же открыт рот, и она в ужасе кричит. Эта птичка Святой Дух, разумеется, потому что другой иконографии тут просто не может быть, да? А что может заставить кричать от ужаса Святой Дух? Вот что значит гениальный художник, который со всеми своими качествами написал такую вещь. Ну что, вопросы? Все? Спасибо.